Всем привет! С вами Кононова Аня и, конечно же, мой обзор заказика. Итак, первое, что мне хочется показать, это нашу новогоднюю коллекцию. Это свитшот женский, артикул 861-722, цвет лазурно-зеленый с принтом, размер L. Слушай, а почему L? Я нечаянно ошиблась и заказала L. Ну, в принципе, он нормально на мне сидит, он мне не мал, значит XL будет более свободнее на мне, раз L мне хорошо. Да, то есть L то не в обтяжку, как вы видите, но я еще думаю, что-то он мне как-то пополни немножечко, да, в обтяжку, видите? Вот, ну, в принципе, ладно, но так-то я 52 размер, и размер L это 48-46, где-то так, 48, скорее всего, L идет. Вот, значит, состав 80% хлопок, 20% полиэстер. Что про него хочется сказать, очень удивил, потому что тут огромнейший начес. Вот такой вот начес, прямо он пушистый, очень плотный начес, прямо плотный-плотный, и кофточка сама по себе прям такая слегка тяжеловатая. Честно сказать, я думала, в нем будет жарко, но из-за того, что тут хлопка много, я так понимаю, из-за этого я прям чувствую, как он на мне легко, он не колется, я его надела на голое тело, он не колется вообще. И самое интересное, то, что в нем и не холодно, и не жарко, в нем кайфово, я не потею. Хотя, знаете, бывает такое, когда вы надеваете плотную синтетику с плотным ворсом, действительно, сразу же тепло, сразу же потеете, на холоде потом мерзнете. Тут очень все комфортно. Пусть она и плотная, но по торговому центру я в ней хоть бы что погуляю, например, да, подвигаюсь. Сейчас на мне трикотажный джемпер, очень мягкий, клевый, 95 вискоза, из чего-то там еще 5, скорее всего, его станут, тут не пропечаталось. Он идет с воротничком, легкий, мягкий, приятный, очень хорошо тянется, прямо великолепно, хорошо, прям никаких нареканий нету, оставляю, буду носить с удовольствием, с различными косточками, прям, прям понравился. И цвет вот этот вот пыльная роза, наверное, впервые в моем гардеробе. Сейчас на меня трикотажный джемпер с длинным рукавом для женщины, артекл 530-711, цвет темно-бежевый, размер 52, 50 вискоза, 28 болезда, 22 нейлон. Очень какая-то, с еле уловимыми элементами колкости, чуть-чуть чувствую колется, такая вот прям легкая-легкая кофточка, мне такое нравится, но при натяжке, видно, да, Антон? Да, просто из чего я даже не приближаю. Без натяжки не видно, да, и вот я чуть-чуть понатягивала, она уже форму потеряла. Делайте выводы. Вот, а так, в принципе, действительно хорошенькая, и мне даже нравится, что она потеряла форму. У нее глубокое декольте, если нагнуться, мне кажется, тут, мне кажется, не будет видно, потому что она прилегающего идет силуэта сверху, и пол прилегающего силуэта снизу она идет. Рукава мне отлично, но для девчонок, которые повыше, им будет коротковато уже рукава, потому что мне уже и так впритык. Но даже те рукава, которые на мне нормальны, я все равно делаю таким образом, мне нравится. Цвет огонь, я люблю такой цвет. Точно-какая же модель, только голубой цвет, очень красивый. Тут он написан, что он синий. Артикул 530, 719, 50% вискоза, сколько-то там, скорее всего, Элэстан. Вот, ну, в принципе, клевый. Он идет, что тот, что предыдущий, уже 52 размер. Все хорошо. Мне понравилось. Этот джемпер тоже, я так понимаю, пыльная роза, 530, 965 артикул. Тоже размер 52, состав идентичный двум предыдущим. Да. Ну, пишите, какой мне цвет лучше. Ну, вот этот цвет мне как-то не очень понравился, хотя тут написано светло-желтый. Я бы его назвала пыльно-желтым, застиранным, какой-то он не очень. Размер 52, тоже все самое. Вот это я себе точно не хочу оставлять, потому что мне не нравится такой цвет. Так, это худи. Помните, да, как-то в каком-то из предыдущих обзоров я вам показывала, как оно мне смотрится беленькое. Так вот сейчас этот цвет ягодный с принтом. Артикул 861, 705, размер X, прям в облипочку, прям в обтяжечку. 80 хлопок, 20 полиэстер, тоже плотное, тоже с капюшоном как-то беленькое. Да, вот такой вот капюшончик. Без завязочек, без утяжечек, без всего. Вот что мне не нравится, что в том, что в этом у них очень такая тугая вот снизу резинка. И если вы накрашены, действительно сложно продеть голову. Вот так вот вы ныряете, пытаетесь надеть голову и весь тон смывается. Она стирается, да, вот в это вот место. Потому что она очень упругая, прямо не тянется, да. То есть если с самой кофте она тянется, она сколько-то удобная, да. Ну как бы не то, чтобы тянется, а как-то вот сидит хорошо, наискос еще как-то вот растягивается. То вот именно вот этот пояс, он очень плотный и с ним уже ничего не сделаете, да. То есть надо, да, подверять. А плечи у меня сами по себе широкие, крупные. И, конечно, сложно было нырнуть, но зато по фигуре сидит великолепно. Еще такой вот черный образ. Нет, на самом деле я не очень люблю черные кофты, но я их заказала и заказала в размере XL. Потому что моя Катя, да, дочка которой 21 год, она очень любит что-то такое вот черное. Какие-то худики, что-то такое свободное, бесформленное, как я это называю. Но она это просто обожает. Поэтому этот худик, он пойдет к ней. Артикул 861 699. Из-за того, что Катюша решила пожить отдельно, примеряю я. Но когда она придет к маме в гости, я ей его отдам. Он классный. На прав проверила, все хорошо, все великолепно. Никаких нареканий нету. Тепленькая, но в ней не потеется, а просто тепло хорошо. Также заказала наши старинные шлепы, как я называю их, да, на том видно? Да, хорошо. Вот, почему старинные? Потому что такие шлепы я где-то в отелях забыла. Не знаю, наверное, благодаря мужу. Потому что муж часто собирает сумки сам. Я что-нибудь снимаю, снимаю, какие-нибудь stories, еще что-то. И вот такие вот на резиновой подошве шлепы у нас ушли. Их не стало, я очень сильно переживала. Но недавно, когда я заказывала солнцезащитку на сайте, и зашла какой-то раздел, отпуск или что-то, ну вот что-то типа этого было. Я смотрю, а шлепы-то есть. И я их заказала, мне не нравится. Размер 37-й, потому что я вам часто рассказывала про то, что у меня нога широкая, но по длине стопы у меня 37-й размер как раз. И шлепы мне подошли великолепно, замечательно. Значит, в 37-м размере артикул 885-370. С удовольствием себе оставляю, буду носить. Вот смотрите, цвет, который мне показался холодноватым, мама забрала себе, ей понравилось. У нее, кстати, попочка поменьше, и ей уже свободнее. Мам, как надела? Хорошо, удобно, свободно, тепленькое, хорошее. Ну, мне вот интересно, у нее прям внутри ворс такой плотный, классный, но в ней не жарко абсолютно. Да, теплый, но все равно в теплый вечер хороет. Выйдет, на улицу хорошо будет вечер. Ну что, тигрица, удачи встретить, Новый год. Спасибо. Также я еще встретила такие вот босоможки, они реально суперские, классные. Но я их уже показывала, поэтому не буду вам докучать примеркой. Безумно мне нравится, но я их уже заказывала, они у меня уже были. Я их заказала в 38-м, кстати, размере, потому что тут уже, да, вот эта вот перегородочка идет. Сидят на мне хорошо, великолепно. Что я с ними сделала? Ну, где-то они у меня закончились после трех отпусков, да. Мне понравилось, что я в них гуляла вокруг моря, около моря, мочила часто, и вот эта соль, соль, соль. И по ходу дела я в них вот так вот три дня подряд гуляла, гуляла, и там все размокло, соль все разъела, и они у меня развалились. Теперь я буду в шлепках гулять в резиновых. Ну, или не в резиновых, не знаю в каких. Но они до такой степени были классными, что, ну, вот, да, где-то месяца, наверное, за три отпусков я их испортила. А шлепы 885, 847. Мы решили их не ушивать, потому что уделанная обувь, это плохо, да, то есть обувь свою служила, нужно обязательно выкидывать, покупать новую, чтобы она хорошо служила. Поэтому я заказала себе новую. Итак, бежим с вами далее. Что же у меня тут есть еще на столе? Губка ластик, меланиновая, сто лет ее не брала. Это универсальная губка помощник, не требует использования химических чистящих средств. Артикул 110-42. Там идет две губки, она такая скрипулечка. Ну, в принципе, да, ей можно все убирать, вытирать, но она со временем, получается, ломается и заканчивается. Хорошая губка, много что очищает, даже липкий слой, ну, ура. Дальше трусики. Размер XL. Это я заказала свекру, потому что, ну, надо, надо, надо иногда заказывать. Да, такие вот обычные. Значит, чтобы наши мужчины, так как мы живем вместе. Уже больше года, да, родители Антона к нам переехали, строят дом в деревне, продали квартиру. В общем, у них полностью, да, такая перестановочка. И чтобы они с Антоном не путали, мы решили папе брать только зеленые. И все, у нас проблема решилась. Да, отличные трусики. Артикл 834, 690 это раз. И вот такие вот трусики 2XL. Это моему папе Мурыгина. Уже не свекру. Всем я заказала по 5 штучек. Это не подарок на Новый год, это просто так носить. Носить, чтобы было удобно. Да, такие вот синенькие, большенькие. Они сейчас у меня мужу великоваты стали, он тоже XL носит. Вот, артикул 83473. Это 2XL. То есть они идут побольше даже, чем L. Далее обязательно салфетки для интимной гигиены. Я все заказала, по-моему, по 9 что ли штук. Потому что скоро будет опять-таки череда путешествий после Нового года. И все такое прочее. О, кстати, смотрите наши наклеечки. Фаберлик. Сейчас я прям увеличу. Ну, какова красота. Ну, какова красота. Вот такие вот у нас наклеечки Фаберлик появились. Я с превеликим удовольствием. Ну, это не наклеечки, а вот эти 3 ногтя наклеечки. Да, с превеликим удовольствием сделала такой вот классный маникюрчик. Вот, далее, значит, влажная салфетка для интимной гигиены. Это Фаберлик, артикул 2607. Очень хорошие салфетки. Прям суперские. Все великолепно. Но я почему-то подсела именно на салфетки Беси. Так, артикул 5106. То есть, это детские салфетки из детской линеечки. Они, вот я не помню, показывала я их когда-нибудь или нет. Если те, вы у меня видите практически в каждом обзоре, то вот эти показывала я или нет, я не помню. Но они классно пенятся. Да, вот видите, они хорошо пропитаны и классно пенятся. Чем, в принципе, мне и понравились очень. Конечно, запах у них горьковатый. Если вот у этих обалденный, то у этих такой, ну вот такой вот, как вся линейка Беси, все такое супер натуральное, горьковатое. Но я все равно заказала, потому что где-то торговый центр, вот сейчас череда елок, каких-то выступлений, еще что-то. Ребенок идет в туалет туда, где нет туалетной бумаги. Такое, да, часто встречается, вроде бы там висит эта штука для бумаги, да, в общественном туалете, а бумаги нет, она закончилась и некому там. Ну, в общем, когда дело сделано, не побежите уже вы со спущенными штанами искать бумагу. Нет, конечно, поэтому всегда такие вот салфеточки в сумочке специально для интимной гигиены. Это детские, это взрослые для интимной гигиены. Тоже очень понравились. Это вообще бомба. Это супер-супер-супер впитывающие, прямо такие. Я даже не знаю, как их описать. Смотрите, как-то они пенятся, мылятся, не остается следа грязи, да, то есть они меньше текут, да, вот те, если текут немножко, если их так сильно надавить, а эти вот именно, что пенятся. И превращаются, вот эта пенка, после того, как ручки высыхают, она не липнет, ничего. Запах, конечно, не очень приятный такой, слегка горьковатый, но я не претендую на хороший запах. Я претендую на то, чтобы салфетки были качественные. Прям салфетки БСИ я прям обожаю. Артикул 2304, тоже для путешествий, для всего. Вот, если честно, я взяла все салфетки по 9 штучек, там в корзину 9 добавляются, 10 надо исправлять, не лень. В общем, ну, я же 7 лет подряд делаю заказы, да, в компании, еще не по одному заказу в каталог. Ой, вот в новогодний каталог, ребят, может, я кого-то и шокирую, но у меня столько всего заказали. Я полностью дарила только Фаберлик, и у меня набралось 1054 балла. На 45 или 55 тысяч, сколько-то мы с мужем считали, у нас просто заказали люди товара себе, подарков, еще чего-то. Очень много, кстати, нас заказывали мисок. Почему-то вот именно миски у всех, у всех знакомых бзик дарить миски. Не знаю почему. Далее, появились прокладки, их не было в наличии, я очень переживала, но, слава богу, они появились. Артикул 112.89, тут идет 10 штучек в упаковочке. Значит, это у нас идут дневные, 240 мм, и у них очень-очень крутая аннотация. Давно ее вам не показывала. У них даже есть анионовый чип, который обладает, естественно, антибактериальными дезинфицирующими свойствами. И знаете, еще раз это подтверждает как раз-таки ту вещь, что вот эти прокладки, они действительно не вызывают ни парникового эффекта, ни потливости, ни раздражения. Они не натирают. Потому что, когда у меня последний раз в Турции, мы же не думали, что мы еще там на 5 дней докупим себе отдыха и улетим, да? До чего они мягкие, хорошенькие, до чего они... Ну, это прям мои любимки, прям любимки. Кто их пробовал, тот, наверное, уже другие не заможет и не захочет. И вот я покупала два вида прокладок. Если честно, одной прокладки мне на час не хватало. Я не знаю, из чего 4 капли, 8 каплей уже. Не знаю, самое максимальное количество каплей. Вот. И честно сказать, я вот, я не понимаю производителей, зачем такое Г вообще выпускать. Вот, отличные прокладки, просто отличнейшие. Прокладки, получается, тоже гигиенические, с анеоновым чипом ежедневные. Артикул 112-88, 20 штучек в упаковочке. Тут 10, тут 20, а тут 7 ночные. Ну, как сказать, ночные. Если куда-то в дорогу и самый разгар, то они за дневные сойдут. Артикул 112-95. Они такие подлиннее. Строение у них идет вот такое вот, да, один кончик длиннее, другой короче. Вот 7 штучек. Тоже очень хорошие. Да, в самый разгар, ну, пачка за день может иногда и уйти. Ну, смотря что. Их я тоже заказала побольше. Эти были в наличии, а вот этих не было. Ну, они у нас прямо, правда, крутые. Вот. И когда они появились, я сразу 9 пачек в заказ. Но у меня сейчас переехала дочка на квартиру. Они сейчас пока снимают. Она собралась пожить отдельно. Ну, пусть 21 год ребенку моему хочет самостоятельную жизнь. Но так получилось, что магазинские ей тоже вот не понравились. И я решила, что я ей буду заказывать тут же Фаберлик. Пусть приходит, берет. Или там где-то пункт выдачи у нее будет рядом. Она там себе будет заказывать. Ну, реально, с магазинскими наши рядом не стояли, каких бы я ни брала. И, вы знаете, я даже счастлива, что мне не хватило, что я не догадалась с тобой взять. Ну, вот эти вот прокладки. Потому что я сейчас уже, опять-таки, могу сравнить и точно вам сказать, что это круто. Это действительно круто. Вот такие вот салфетки. Они тоже хорошо. Но это уже было у меня в заказах. Это очищающие, увлажняющие. Не для интимной гигиены. Обычные. 222-123. Тоже хороши. Детские салфетки. Большая упаковка. Конечно, большая упаковка в путешествиях вне конкуренции. Особенно, если сутки ехать на поезде. Допустим, до Джубги. Мы иногда не летаем, а едем на поезде. Ехать на поезде около двух суток. Ну, вот у нас уходит эта пачка. 17-98 артикул. 50 штучек. Все равно нужно. То со стола стереть, то ручки протереть. Таким образом. Далее. Решила обновить гигиенические помады. Ну, они все идут бесцветные. Да, все идут бесцветные. Значит, первое это артикул 40-400. Это витаминный бальзам для губ. Нравится мне. Витаминный бальзам еще вот такой 45-71. Не буду пока открывать. Смысла нет. Они у меня уходят в запаснички. Потому что все уже последние. Я открыла. Вика последняя открыла. Поэтому нет смысла. Антивозрастной бальзам для губ. Он мне, кстати, нравится больше всех. 45-70 артикул. Он прям, знаете, жирный такой, увлажняющий. Но в жару не тает. Что мне понравилось. Прям супер. Далее бальзам для губ. Антивозрастной бальзам. Это антивозрастной. Артикул 40-763. Тоже здорово. Не нашла бальзама SPF. Что-то не нашла. Вот хотела с собой приобрести на отдых. И что-то вот не знаю. Подскажите вообще, ребят. У нас есть антивозрастной бальзам? Куда-то делся. Далее гелевая маска патч для кожи вокруг глаз. Беру ее редко. Потому что у нас есть хороший патч от ИСУЛ и так далее. Но 0,725. Вот именно от этих патчей я не могу отказаться. Это крутые патчи. Особенно если какое-то мощное мероприятие. Ни единой морщиночки. Но у меня их и так особо нет. Но вообще все-все-все разглаживает. Прямо свежий такой приятный взгляд. Очень красивый взгляд. И я прям не могу. Но они для этого и есть. Способствуют уменьшению темных кругов, отеков. Успокаивают, увлажняют. Повышают содержание коллагена в коже. И вот вы знаете, я нанесла крем. То есть тоничек крем. Примакияж могу нанести и так далее. И когда я начинаю делать макияж глаз. Ну вот если какое-то мероприятие прям супер серьезное. Я сначала делаю макияж глаз. А потом уже перехожу на макияж всего лица. А потом уже в самом конце макияж бровей. Потому что если макияж бровей сделаю в самом начале. Я тот аналкой, то пудрой задену. И все равно приходится поправлять. Вот поэтому пока глазки крашу. Реснички вывожу и так далее. У меня эти пачки все время под глазами. А потом я пачки убираю и делаю контуринг. Великолепно. Просто великолепно. Их взгляд всегда свежий. Это мой мастхэв. Пользуюсь им уже не первый год. У каждого человека этот бальзам должен быть. Это аптечка. Это домашняя аптечка. Ну так-то оно и называется. Эксперт фарма. Что хочется сказать. Это карандаш сик от натирания кожи ступней. Но я его где только не использую. Он обычный беленький. Он не оставляет жирных следов. Он не будет портить ни обувь. Ни капроновые колготки. Он ничего не испортит. Вот этим он мне понравился. У него нет запаха, цвета. Может быть и вкуса нет. Не знаю. Вот. И честно сказать. У толстеньких людей. Да. Я женщина 52 размера. Я не собираюсь оскорбляться. Если мне там кто-то что-то скажет про мою фигуру. Хотя нормальным людям на вас наплевать. Потому что у них море своих амбиций. И они не подумают что-то сказать. Вот. И знаете. Вот честно вам скажу. Бывают такие вот случаи. Когда не только ноги натираются от новой обуви. Понятно что мы его под новую обувь обязательно используем. Так. О. Ага. Под новую обувь мы его обязательно используем. Ух ты ребята. Я сломала. Но у меня есть другой колпачок. Вот сила есть. Ума не надо. Как у меня. Мама любила раньше говорить. Вот смотрите. Вообще ничего не оставляет. Сейчас я вам прям близко-близко увеличу. Видите. Вообще ничего не оставляет. Ну может быть что-то где-то. Ощущение такое знаете. Немножечко такое. Ну может быть такое слизенькое. Мягкое. Что-то легкое. И никогда ничего не будет натираться. То есть вот смотрите вот так вот. Штука об руку после нанесения. Да. Например. И вы поймете что. Очень сложно будет натереть ногу или руку. И особенно вот. Я помню в жарких странах. У нас были случаи. Когда мужчины, женщины. Даже худые. Не важно. Да. У кого какое строение ног. Вот. Натирали подмышками. Да. Натирали вот эти вот. Внутреннюю часть бедер. Да. То есть не только обувь. Да. И вот как раз в таких ситуациях. Спотевают. Кожа нежная. Начинает краснеть. И сочится. Да. Чтобы вот этого вот не было. Я действительно. У меня с собой. Вот. Я всегда беру по три. По четыре карандаша. И не просто для себя. А потому что я знаю. Что кто-нибудь все равно. Подходить и говорить. Ай. И я даже буду знать. В чем проблема. Потому что я сама белокожая. У меня кожа прям белосиняя такая. И я сама этим страдаю. Очень часто. И когда я чувствую. Что у меня оба. Я спотела. У меня начало натираться. На какой-нибудь экскурсии. В жаркой стране. Да. Или просто дома. Летом я пошла погулять. Да. Я люблю 10 тысяч шагов делать. И не просто там новая обувь. Да. А вот внутренняя часть бедер. Например. Натерлась. И я просто с превеликим. Недавно я мазала плечо. Потому что чувствую. Что начало натирать сумочки. Которую я ношу наискосяк. Из-за того. Что я за Викой бегаю. Малутизм делать такое. Сложное в работе. Стараемся ее социализировать. Все такое прочее. Но это тяжело. И сумку просто на плече. Я не ношу. Я ее ношу наискосяк. Как бы да. Через грудь. На бок. Назад ее закидываю. И как раз у меня вот шея. Начинала натираться. И он у меня всегда в сумочке лежит. Просто он легкий. Места не занимает. Сумочка у меня не маленькая. И я просто вжих-вжих-вжих-вжих карандашом. И все. Я не мучаюсь. Думаю. Как хорошо, что я его не выложила. Это просто мой мастхэв. И вам советую. Из различных ситуаций. Сколько людей. Конечно. Столько мнений. Но не всегда продукты. Только для того, для чего их прописали. Да. Далее. Это не новинка. Я его не заказала. Он у меня был в запасниках. Но я захотела взять с собой что-нибудь клевенькое. Он освежает. Конечно. Вот новый взяла. Да. Сравнить вот с этим. Конечно. Тут у нас идет 100 мылое. Артикул 0256. Тут идет 150 мылое. Спрей такой же, как и тут. В принципе. Никакой разницы нет. Но этот может быть пошире. И этот более точечно бьет. Оба можно, как я почитала, наносить на косметику. Он удерживает влагу в клетках. После каждого применения обеспечивает интенсивный стойкий эффект. Благодаря аминокислотам, водорослям и минералам из морской воды в своем составе. Распылите небольшое количество увлажняющего спрея на лицо. На расстоянии до 30 сантиметров. При необходимости аккуратно промыкните лицо салфеткой, удалив излишки. В общем-то все хорошо. И описание на сайте еще круче, чем на тюбике. Но вот я его на себя наношу. И я чувствую еле-еле. Еле-еле у каких-то таблеток. Что-то такое не очень-то приятное. Мне не понравилось. Хотя он так же освежает, так же здорово. И вот я думаю избрызгать или все-таки избавиться от него. Артикул 201-216. В общем, он мне не зашел. Но я все-таки хочу взять с собой, посмотреть. Потому что там, куда я еду, нет пункта выдачи. И лучше это, чем ничего. Да, такой спрей у меня один, к сожалению. Артикул 0256. Очень нравится распылять на тело, на лицо, когда вспотешь, когда душно, когда жарко. Эта штука очень крутая. Это восстанавливающий активный спрей с охлаждающим эффектом. Вот, инновационная лаборатория Фаберлик. Инновация, вернее, да, технология 4D-таргет. Кислородные дроны, все дела. Вот, прям, ой, прям, если честно, обидно. Обидно, что такой прям неприятный запах. Какими-то таблетками мазают комаров. Не могла понять. Мне не нравилось. Мне бы хотелось. Ну, свежесть, значит, свежесть. Причем тут такой запах. Ой, в общем, да, расстроил меня Биоси. Далее, крем для лица солнцезащитный. SPF 50. Артикул 2121. Крутой. Сколько с ним езжу, еще ничего не испортил мне ни разу. Никакие ткани, никакие купальники. Все великолепно. И, а нет, испортил. У меня была сумочка. Дешевая сумочка. Такая через плечо на цепочке. И эта цепочка немножечко, так, знаете, окислилась в месте, где касалась шеи. Потому что на шее был солнцезащитный крем. Слегка-слегка. И я даже почувствовала запах, знаете, вот этого вот неприятного такого железа. Ну, это единственный случай. С одеждой ничего не случается. Даже если вы выльете тюбик на одежду, и потом вы эту одежду запустите в машину, от него не останется следа. Это уже проверено. Артикул 2121. С моей Викторией Антоновной проверено все. Вот такая маска питательная для всех типов волос. Были распродажи. И я много не стала брать. Но вот эта масочка, когда она заканчивается, я всегда ее дозаказываю. Во-первых, у нее очень сильная вонь органовым маслом. Я обожаю это масло. Я обожаю, как она воняет. Я не могу сказать, пахнет. Уж простите меня, культурные люди. Но она воняет. Очень-очень вкусной вкуснятиной. Я даже когда в ванной сижу с этой масочкой, вот эти 5 минут я могу еще и дольше просидеть. Я могу помыть голову, нанести эту маску на волосы и просто, пока я скрабирую тело, пока я его мою, скрабирую, там еще что-то, я могу не смывать. И мне безумно нравится этот аромат в ванной. Он, кстати, долго держится. Ну, в ванной долго держится. Артикул 8212. Но вообще, не только из-за запаха я эту маску люблю. Каким бы ни был запах, самое главное же действие маски. Так вот, это одна из моих самых любимых масок. Я не могу сказать, что прям номер один. Потому что есть маски, которые тоже мне необходимы, да. И тоже мне очень нравится. Но это одна из любимейших, да. Это маска с комплексов натуральных масел, органы, авокадо, абиссинского масла и аргинином. Моментально преображают волосы, наполняя их силой, роскошным сиянием по всей длине. Она для меня слегка тяжеловата. Но из-за того, что я блондинка, я крашу волосы в белый цвет. Я их жгу как минимум 2-3 раза в неделю плойкой. Ну, работа у меня такая. Конечно, волосы нужно уметь и восстанавливать. Вот они как раз мне очень хорошо восстанавливают вот эти вот кончики, да. Я эту маску не наношу на корни. Стараюсь не задевать. И, ну, просто потому что она тяжеловата для натуральных волос. Я делаю мелирование. И натуральных волос у меня на макушке много. Вот. А кончики, они вообще безжизненные. И вот это одна, наверное, из единственных масок, которая действительно очень хорошо питает волосы, увлажняет их и делает такими, знаете, пластичными, живыми штуками, которые, знаете, торчат во все стороны, как пакли. Вот эти вот кончики, секунчики, вот эти все. Вот. Эта маска просто бомба. Поэтому, кто не брал и кто не чувствителен к сильным ароматам, обязательно покупайте себе эту маску с органовым маслом. Сейчас Викуська моется с шампуньками BAC, гелями для душа тоже BAC. Артикул 2689 я заказала вот такой вот мимимишный классный гель для душа. Малиновое варенье, наверное, он называется. Он идет 3+. Только натуральные отдушки и красители, что мне нравится в детской косметике Faberlic. Дезодорант для интимной гигиены всегда в дорогу. 75 миллилитров, пару штучек. Это аэрозоль под давлением. Хочу сразу вам сказать, иногда, ну, знаете, вот вы его наносите, он сразу как будто матирует кожу, да. Вот это тоже нужно понимать. И он не только для интимной гигиены, я его могу нанести на все тело, если захочу. Но все, вообще, без разницы, куда вы будете брызгать. Что у него минус? Вот я заметила, когда я им пользуюсь, мама у Антона говорит, ой, ой, артикул 1628, все время забываю сказать. Он классный, он убивает все запахи, все ароматы. Он суперский, и он не сильно намокает нижнее белье, кому это важно. Но немножечко такой удушающий у него аромат. Мне он не мешает, я не чувствую, что он удушающий. А вот мама каждый раз, если я делаю это в комнате, например, говорю, ой, что-то я вспотела, жара, там еще что-то. Так вот просто нанесу на тело, чтобы заматироваться. Она постоянно мне говорит, ой, ой, говорит, не могу дыхание спирать, да. Ну что-то вот, ну это аэрозоль, конечно, что-то тут есть. Такое, что вот ей не нравится. Но он действительно клевый, он действительно классный. Это просто свежий аромат, их два вида. Он препятствует появлению неприятного запаха, да. То есть его можно носить на спину, на грудь, на ноги. Если вот у меня как-то была проблема с ногами, когда мы более двое суток добирались до дома, и реально было негде помыться, я им пользовалась. То есть я просто его набрызгала и в обувь, я его набрызгала и на носочки, на свои. Все-все-все-все-все. И я вообще не люблю вонять, если честно, да. Стоит он тоже недорого. По-моему, я его взяла или про 2 дня, или бонус за покупку. Ну, меньше 100 рублей он мне обошелся, поэтому он еще и обогащен витаминами Е и Ф. Да, подходит для ежедневного использования. То есть очень много проблем, реально много проблем решает. Он хороший, сам по себе он очень хороший. Водостойкая тушь моя любимая, не буду сто раз открывать. Черный цвет, честно скажу, голубой, мне не понравился, не подошел. Голубой как будто размазывается, если сильно вспотешь, он размазывается. Нет, глаза не щипят, скорее всего это просто крем не впитался. Ну, это было дело в жару. А вот черная тушь бомба, мне нравится. 52-69, кто едет отдыхать, кто любит ходить там в бассейн, но любит быть накрашенным и так далее. Кто сильно потеет, у кого отпечатываются нижние реснички снизу. В общем, обалденное решение. Это единственная тушь, которая вообще не размазывается. Но снимать ее нужно нашим двухфазным средством. Кстати, сейчас я за ним сбегаю и вам покажу. Вот такое вот двухфазное средство 12-42. От него у меня раньше болели глаза. Но потом я рискнула, заказала еще раз, потому что я неоднократно его я списала. Почему? Видите, оно сейчас снова начнет собираться, если я его поставлю. 12-42 артикул. Вот такого флакончика я не знаю, насколько мне хватает, но полгода я им точно отпользуюсь. Ну, может быть, даже дольше. Наверное, месяцев на 8. То есть, ну, если будете водостойкую тушь покупать, берите вот это комплектом. Я вас умоляю. Вы эту водостойкую тушь, ну, ничем не смоете. Вообще ничем. Просто ничем. Не знаю, растительное масло там еще чем-то я не пробовала, честно скажу. Но вот это средство, оно хотя бы справляется. И оно идет для всех типов кожи. И глаза не щиплет, и линзы не портит, что немаловажно. Вот я в линзах. В общем, 150 малых хватает на очень долго. У вас не будет проблем снять косметику. Не будет. У нас просто недавно в чате, в продуктовом, у нас продуктовый чат, там, 5 или сколько тысяч человек, прямо женщина ругалась. Прямо ругалась. Я ничем не могу смыть. Что вы такое выпускаете термоядерное? Ну, там в аннотации в этой туши написано, что она стойкая даже к поту. Ну, понятно, что ее обычное мыло не возьмет. Оно не снимет. Нужно что-то маслянистое специально, да. Вот, кстати, у этого средства очень приятный аромат. Мне он очень нравится. Поэтому предупреждаю, кто будет заказывать и тушь, рекламирую. Потому что вот первый раз мне она не понравилась, потому что, ну, как-то мне показалось малообъема. Потом раскрасилась, а потом нормальные ресницы стали получаться. В общем, я довольна. Средства для интимной гигиены. Самое мое любимое. 8722. То оно мелькает в пустышках, то оно мелькает на столе. И сейчас им пользуются все. Даже моя дочь. Вот. Даже моей маме и мой муж. И когда свекрови из-за сахарного диабета запретили пользоваться интимной гигиеной вообще. Только водичкой сказали. И то ей это нравится средство. Вот даже что я вам расскажу. Гель для бритья. Любимый гель папин. Но заказывая папе, Антон тоже приоритет он. Если стоит какая-то новинка, он ее, конечно, израсходует. Да, там по ВИПу заказать, еще что-то. Он ее расходует. Все нормально. Но приоритет этот. Пока этот не закончится, он новинку не возьмет. Ну, я решила заказать. Но вот забыла изменить количество. Его какое-то время на складе не было. И свекор, он прям хотел и спрашивал. А восьмой элемент появился? А восьмой элемент появился? Я говорю, пап, ну неужели он такой классный? Он говорит, он очень классный. Это прозрачный гель, который не пенится. Все видно, как брить. Никакого раздражения после него нет. И вуаля. Они ничего не наносят после бритья. Я их ругаю за то, что они ничего после бритья не наносят. Но они все равно не наносят. Они говорят, а зачем? Кожа не сохнет, лицо не стягивает. Нам лицо нравится. Такой вот 8147 классный. Сто МЛЭ прозрачный гель для бритья. Далее, Доброген Актив. В общем, дорогие мои дела обстоят так, что кое-кто из вас меня наругал. Причем наругал в личку ВКонтакте, что я очень мало и плохо рассказываю про витамины. Про витамины рассказать, конечно, сложнее. Я не медик. Начинаю задавать вопросы и так далее. И я просто черно-белую печать сделала с сайта. Это концентрат коллагенного напитка с вишневым вкусом. Очень вкусный. С артикулом 15729. Точно знаю, что его нужно применять на голодный желудок. Утро желательно. И пить его нужно около 90 дней. Достаточно проводить 2-3 курса в год. Это получается 90 дней. Это 3 месяца мы его пьем. И 2-3 курса в год. Ну, в общем-то, из 12 месяцев мы 9 месяцев пьем. И он очень классный. Этот коллаген, вот я про него смотрела прямой эфир. От него еще и молодеют. Тут составит 30 порций на 30 дней. То есть на курс надо 3 пачки. Артикул 15729-210 грамм. У меня его пьют 3 крови. Мама, папа, свекр. Я сама его 3 раза пропивала. Но мне не хватает терпения. Я то куда-нибудь уеду, то еще что-нибудь. Но пока я дома, он у меня прямо стоит около моей воды. И я его там пью. Да, я его там пью. У меня еще там стоит спирулина и хлорелла. Значит, что он делает? Он предотвращает разрушение хрящевых тканей в суставах. Те, кто после 40, даже если ничего не болит, могут уже начинать пить. Я вам серьезно это говорю. Способствует укреплению суставно-связочного аппарата. Поддерживает выработку внутрисуставной жидкости и регенерации хрящевых тканей. Там в составе идет глюкозамин. Так вот, когда мне делали спину, мне назначили МРТ. И в МРТ показал хандроз. Шейный хандроз. Он у меня давно. Я спину сорвала еще на макаронной фабрике в 19 лет, когда я таскала мешки 50 кг. Да, сила есть, ума не надо. Второй раз за обзор. В общем, насмешила вас, наверное. Но это меня мама наругала, когда она узнала, что я надорвала спину. Меня отправили на легкий труд. Мне стреляло. Ну, не один год восстанавливал мануальщик. Потому что он мне вправит, спина обратно вылетает. Он мне вправит, спина вылетает. Он меня заставлял делать различные упражнения и так далее. Он говорит, это ну надо же догадаться. Говорит, девчонке 19 лет, говорит, взять и просто вот поднять мешок 50 кг. Говорит, ну где ум? Ладно, не об этом сейчас. Ум к нам приходит тогда, когда уходит здоровье. Мы начинаем о нем думать. Потому что пока мы не думаем о здоровье, значит у нас с ним все хорошо. Дальше, значит, поддерживает выработку внутрисуставной жидкости, регенерацию хрящевых тканей. Одна порция концентрата восполняет суточную потребность витамине С на 35%. Витамин С, вот как мне говорит мой врач, врач Елена, 30 лет уже, 30 лет стаж. Она была педиатром, сейчас она врач общей практики, занимается моротерапией и так далее. Она говорит, что если вы начали болеть, сразу же пейте витамин С, огромные дозы, и вы можете не разболеться. Так вот, вот, и единственное тут написано, что не рекомендуется лицам с заболеванием фенилкетонурией не совмещать с приемом антиагулянта. Да, вот это все, что нужно знать. Срок годности 2 года, 2 года понятно, что тут 30 порций, 30 дней. Вот нашей семье Кононовых, если мы начнем все вместе пить, это вообще, получается, папа, мама, я, Антон, 4 человека. 4 порции в день, 30 разделить на 4, это сколько нам надо порций, чтобы пропить 90 дней? Ну-ка, давайте, кто у нас самый умный, сосчитайте, напишите мне в комментариях. Вот, ну и состав. Ставьте паузу, читайте. Тут прям все очень хорошо написано. Вот тут есть и порошок свеклы, и нулин, коллаген говяжий, ароматизатор вишня, ароматические ингредиенты. Ну, в общем, как вы видите, да, желатин, глюкозамин, сульфат. В общем, все вы видите. И дальше, вот как его применять, да, тут легко все написано, 2 чайные ложки, без горки, смешать со 100 малой воды, молока, кефира, йогурта или сока. Я намешиваю на воде, он и так вкусный на воде. При использовании молока, кефира, ну, энергетическая ценность увеличивается, это понятно. И принимать 1 раз в день натощак за 40 минут до завтрака. Вот, ну и все остальное поставьте на паузу, почитайте, кому что интересно. Вот так вот, не знаю, пишите с ней в комментариях, устроит ли вас такое описание, потому что девушка мне написала, говорит, вот вы рассказываете об этом, о том, говорите, вам нравится, а почему нравится, хорошо, да, то, что вам помогает, все такое прочее. Ну, если я это заказываю 30-й раз, например, да, застемляю, сотрудничаю с компанией, причем заказываю по 10-20 пачек, ну, понятно, мне его пьет вся семья, не будешь я просто так его заказывать, знаю, что его никто пить не будет. Не буду я его просто так заказывать, если он бы мне не помог, например, да, с этой же спиной, еще с чем-то, ну, не стала бы я. Но, конечно, вы правы, то, что говорить, что ой, как классно помогает, все, и поехала дальше, это тоже ни о чем, буду исправляться. Дальше, К2, Д3 много, стоит он дорого, 1471 рубль с моей 26% скидкой, но он нужен, он нужен, он важен. Недавно я еще раз посмотрела, и Д3 с К2 пить, конечно, лучше, чем без К2. Вот, кто-то говорит, что К2 кальцинирует сосуды, нет, это неправда, кальцинирует сосуды К1, я это тоже у доктора своего узнала, все позвонила, она мне все, она говорит, божечки, ты мой, откуда такая информация, я, говорит, такой не знаю. Она куда-то звонила, разбиралась, спрашивала, в общем, неправда. Так, артикул 208-115, очень крутая штука, их тоже нужно пить месяц-два, написано по одной капсуле, два раза в день, и я тоже о нем распечатала, вот такую вот подробную аннотацию, но тут, конечно, написано очень мало, да, как вы видите. Это эффективный комбинированный комплекс для укрепления сердечно-сосудистой системы и поддержания здоровья костей, способствует снижению риска развития остеопороза, благотворно влияет на ствердую вымесь крови. Баночка 65 капсул, состав, пожалуйста, посмотрите, да, кому нужно, вот, на русском, на английском, и как применять, по одной капсуле в день во время еды. Кто-то применяет по три, кто-то применяет по пять, но, опять-таки, посмотрев нашего Эдигера, который говорил, что передозировка это очень плохо, очень плохо, поэтому лучше не баловаться с этим делом, лучше пить максимум две в день, если вы его вообще никогда не пили. Дальше, девять штук заказала, но, наверное, мало, это универсальное антибактериальное средство, чем оно мне нравится? Я его наливаю в робот-пылесос. Тут оно было по акции 59 рублей, обычно оно за сотню стоит, а тут было 59 рублей, я взяла прям девять штук. Артикул 111.36, классная штучка. Так, носочки мужчинам, набор идет зеленые, серые, черные, я тоже всем взяла по пять таких вот пакетиков, и папуле своему, и свекру, и мужу, вот, свекру опять-таки отдаем зеленые, мужу черные, серые, жалко, очень жалко, что нет белых носков, у нас самые ходовые, у мужа у моего, это белые носки. Мы их часто покупаем, часто выкидываем, потому что они изнашиваются, занашиваются, отбеливают, там еще что-то нам лень, вот, поэтому очень бы хотелось попросить у компании Фаберлик белые носки, мне кажется, был бы крутой товар, оборот, только на белых носках для наших любимых мужчин. Так, набор мужских носков, три пары, артикул 820-539, размер 43-44, вот, я взяла таких пять, и набор носочков тоже размер 43-44, артикул 82-541, тут они идут синий, серый и красный, да, то есть муж у меня, конечно же, выберет серый отсюда, темно-серый отсюда и черный, вот эти вот три он выберет, остальные папа. Он всегда так делает. Далее, люблю радовать, мелочи приятны, всем, кто Новый год отмечает, встречает, да, всем-всем-всем до единого, буду дарить такой магнитик, и заказала я их много, скажу вам честно, и артикул 910-281, блестяще держится на холодильнике, тигруша должен быть у каждого в доме, вот, недавно ушла женщина, она говорит, что год голубого тигра начинается с 1 февраля, поэтому на столе должен быть золотой телец, потому что, когда идет смена цифрового года, золотой телец тоже нужен, чтобы деньги в доме водились, в общем, мы и тиграми все обклеим, и телец пусть у нас будет, вот, артикул 910-281, всем прям буду складывать, потому что они маленькие, аккуратненькие, хорошенькие. Далее, концентрированное средство, на него аннотация просто агромедная, я сначала распечатала, потом думаю, нет, все это я читать не буду, посмотрите, ну, просто тут идет эко-состав, вот, кому нужно, поставьте на паузу, почитайте, да, то есть, вот, тут идет состав, я надеюсь, вам хорошо, крупно видно, можно сделать на весь экран, кто с компьютера, тому точно будет хорошо видно. Вот, сколько у него тут наград, сколько у него тут значков, что он биоразлагаемый, экологически чистый, не наносит ряда ни людям, ни окружающей среде, это, конечно, здорово. Ну, вообще, мы его берем просто для того, чтобы мыть, мыть все подряд, можем помыть двери, пол, фартуки, в общем, все, что нам захочется, мы моем все. Артикул 30218, это концентрированное моющее средство, чистая кухня, руки, кстати, не раздражает, идет 500 миллилитров, удаляет жир, остатки пищи, грязь, в общем, все удаляет, даже можно пригоревший противень, да, в духовке залить, оставить, и он там все отмочит. Далее, средство для ванны, тоже хорошее, артикул 30220, 100 раз о нем говорить не буду, вот, конфетки, распечатала я, значит, одну пачку, у меня прибежал ребенок, их просто утащил, и я даже не заметила. Вот так вот, вот так вот, и она такая хитрая, а воспитатель у нее спрашивает, да, у меня няня работает, и воспитатель у нее спрашивает, а тебе точно мама эти конфеты дала? Вика говорит, да, точно дала, вот представляете, вружка-грушка какая, я прихожу на нее, смотрю, она стоит, глаза опустила, понимает, что сделала плохо, понимает, что нам не жалко, но понимает, что ей не хотелось идти и просить, идти и спрашивать разрешение. Значит, вот такая вот новинка, впервые на моем канале, поэтому, да, артикул 16.095, да, показать поближе, так, значит, что тут написано, счастье это слепить снеговика с другом, забота это накормить ваших маленьких друзей, доброта это разделить самки с другом, воспоминания это смешные фотографии, да, ну, классно, супер, больше всего мне, конечно, понравился вот этот вот слоник на велосипеде, это, это просто бомба, ну, согласитесь, это просто класс, я прям не могу, давайте вам прям крупно-крупно покажу, да, кто это, это киска, наверное, это слоник, слоник на велосипеде прям самой захотелось скушать, так, это у нас, значит, зайчик, мышка с часиками, еще один котик, мышка, да, то есть вот такие вот хорошенькие, ну, три мышки, вот такие вот, так, значит, артикул я вам сказала, 16.095, вес нет-то, 100 грамм у них получается, ну, вот как обычно шоколадка весит, заказывала 5, но осталось 4, но у нас еще предыдущие шоколадки, ну, в принципе, практически все, пакетики, остались пакетики, значит, такой вот малюсико пакетик, ай, немножко разочаровалась, думала, он будет больше, артикул 78.09.32, вот я вот так в руке его держу и понимаю, подойдет он мне или нет, а вот эти вот размеры вечно прикидывать мне лень, да, вот, видите, маловато будет, под гели для душа тоже будет маловато, но под витаминки будет хорошо, вот, как бы, кто что, я вот, например, 2D3 на Новый год точно подарю, далее вот такой побольше, это уже вот самое-самое то, артикул 780.935, они, кстати, идут 0 баллов, вот такой вот еще малюсика под декоративную косметику, 780.09.9 идет вот такой вот с цветами, 780.217, большой, красивой, точками, кстати, вот эту резиночку я взяла второй раз, 600.505, так, 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 артикул 780.933, такой вот побольше пакетик, да, я вот вам буду вот так показывать, вот, а по артикулу вы уже поймете, да, вот этот прям, мне кажется, самое-самое-самое то можно подарить уже набор кремов и так далее, с логотипчиком Фаберлик, очень хорошенькие. Дальше поехали пакетики, артикул 780.936, ну, такой вот уже, такой вот уже, ну, вот это самое то под гели для душа, даже Excel сюда хорошо подойдут гельчики для душа. Вот такие вот большие пакеты, у меня их девчонки просто так заказывают, в прошлой распаковке, да, в инстаграме я показывала, что я их заказала 9 штук, и вот опять у меня три штуки, их заказ, артикул 780.105, нейтральный, очень красивый цвет, поэтому, ну, поэтому вот так вот, поэтому классно, я прям с превеликим удовольствием. Далее, артикул 780.116, такие вот малюсички, ну, наверное, витамины, тушь, там, еще что-то, 3 рубля, я помню, что на сайте, что они стоят 3 рубля, я почему-то думала, что они будут больше. Вот такие вот, еще заказала 780.117, они уже побольше идут, все пакеты компании Фаберлик, биоразлагаемые, экологически чистые, не наносят вреда окружающей среде, все хорошо. Далее, значит, безопасно для природы, вот видите, даже подписано, да, сохраним планету вместе. Вот этот пакет мне больше всех нравится, зеленый такой красивый цвет, и самый такой классный размер, да, маленький, аккуратненький, хорошенький, артикул 780.118, дальше, значит, вот такие пакеты, я их, конечно, тоже побольше заказала, по-моему, по 9 штучек, потому что заканчиваются все равно. Иногда нужны пакеты, согласны. Это артикул 780.119, такие вот уже большенькие, хорошенькие, да, все-таки уже ничего. Ну и самые-самые такие вот бавац, огромные, это уже не знаю, для чего-то такого прям большого, да, то есть, да, обратите внимание, прям огромный пакет 780.120, такой темно-фиолетовый уже, он очень крепкий, долго не рвется, эти пакеты качественные, хорошие, но они тоже 0 баллов на сайте, идут, к сожалению. Вот, ну и все, в принципе, весь обзор закончен, решила засунуть в один час, чтобы все было уже хорошо, все было здорово, все-все, весь заказ, весь завоз был в одном заказе. Все, с вами была оконного Аня, проект Faberlic Online, до встречи с вами в новых видео.